всем доброго времени суток дорогие друзья ни свет ни зря сергей юрьевич уже подорвался видео снимать сейчас у нас 10 минут 3 блин капец какой-то это еще рано встал вообще как говорила моя бывшая выспишься в гробу хорошая была девушка так чё там у нас по тупым вопросам сейчас наверное так сразу резко высказался тупые вопросы может быть ответы на некоторые вопросы мне кажется очевидными в меру того что я уже как бы с этим знакомым знаю что туда и как-то могу посоветовать поэтому не будем судить строго а просто посмеялся так что там у нас отчетом у нас и первый нам пишет нам пишите или я что такое ух ты так он спрашивает по поводу тестостерона он декануата возможно ли принимать на пкт например одна инъекция 1 миллилитр 250 миллиграмм после курса во избежание тестостероновой ямы параллельно принимая коломит в чем смысл пкт смысл пкт в том чтобы поднять уровень собственных гормонов поэтому принимая любые вариации скажем так экзогенного тестостерона ундекануат это тоже тесто исключено то есть нельзя вообще на пкт принимать анаболические препараты для того чтобы не угнетать выработку собственных гормонов еще больше также не стоит употреблять на курсе кломит поскольку он писал еще сундук ну атом кломит собирается принимать смысла в этом вообще никакого нету кломит принимают исключительно только после курса для того чтобы поднять лгфсг так что там у нас дальше дальше у нас пишет рашид рашид спрашивает здравствуйте планирую купить козеиновый протеин будучи условно говоря эктоморфом вопрос заключается в том что чего что ограничиться ли мне этим протеином или докупить еще сывороточный протеин а если да то как его пить или совмещать сывороточным протеином вообще любые пищевые добавки то бишь протеины белок концентрированный да это продукт уже который прошел определенную очистку он имеет очень мелкую фракцию и неважно какой ты будешь протеин принимать и он весь будет одинаково усваиваться одинаково быстро усваивается конечно это очень хорошо когда есть белок из разных источников там хотя сывороточный и козеиновый насколько я помню сыр вот с сыворотки есть определенное количество казино он туда попадает в результате переработки кажется но это могу ошибаться спросоне блин вы есть еще там напишите в комментариях этом может быть вам отвечу так вот чё я хотел сказать по поводу источников протеина это хорошо когда они как бы ну разнообразие если это очень даже замечательно ну а по поводу касательно комбинации по этого самого протеина когда какой принимать значение не имеет то есть в принципе ты можешь делать так утром пить казеин для набора мышечной массы а днем промежутках между едой или заменяя или дополняя свои пищевые приемы пищи протеина пить его два три раза в сутки сывороточный по 30 грамм и перед сном пить казеин то есть у нас получается утром и перед сном казеин а днем мы пьем сывороточный протеин либо в промежутках между едой по 30 грамм либо с едой по 30 грамм либо заменяем один прием пищи хотя заменять наверно на массе не стоит потому что это больше характерно для похудения поэтому просто будем совмещать прием белка и пищи то есть поел и тут же выпил протеин вот так так чё там дальше у нас чего там у нас дальше так ух ты денис нам пишет так здравствуйте хочу устроиться в ппс интересно какой дурак мечтает устроиться в это же блин с россии мне пишут точно ёшкин кот печальки так ппс там серьезный физиологический отбор не знаю по каким таким физиологическим признакам вас сам отбирает или по каким таким физиологическим выделением может быть физиологический отбор так физический отбор а не физиологический также на физиологический отбор планирую за полгода набрать нужную физическую форму поможет ли протеин справиться и убыстрить улучшение моих показателей он нихрена тебе не поможет поэтому даже потому что это обычная пищевая добавка я уже блин снимал видео на эту тему если не забуду конечно ставлю подсказку которая тут выезжает или может быть в конце видео сделаю короче те нибудь сделаю если не забуду а если забуду то блин пишите напоминать и не забывайте там у меня память коробка вы там чем начало там надо так что напоминаете так моих показателей и не отразится ли его применение на моих анализах если чего если отражается то за сколько дней недель месяцев до сдачи анализов лучше прекратить его употребление заранее спасибо он никак не отразится на сдачу твоих анализ вообще по нолям это протеин обычный белковая пища жрачка ну блин не гормональные препараты никакие то есть он вообще никак не повлияет другое дело если тебя проблемы допустим с почками но опять же тебя проблемы с почками тут и можешь и не пройти в принципе и даже и без протеина и ничего не принимая этот самый техосмотр блин как его там медосмотр вот поэтому если у тебя с почками все в порядке тебе можно есть белок не ограниченных количествах в количествах тогда вперед жили этот протеин но масса он тебе набрать не поможет единственно что тебе поможет это из более-менее таких веществ это креатин это мелдранат теста бустеры силен нет не силен цинк потому что он помогает выработке собственно тестостерона а уже потом собственно тестостерон повышает анаболические значит процессы в организме но и чтобы улучшить свои показатели нужно еще много жрать и много есть мясо ну вообще белковой белковых продукт так что поехали дальше у нас пишет антон здравствуйте я хотел спросить можно ли накачать жевательные мышцы на хрена тебе жевательные мышцы качать я худой у меня 60 килограмм при росте 180 сантиметров печалька лицо очень худо я хотел бы как-то накачать лицо возможно ли это допустим поднимать гантели зубами такого вопроса глупого еще не слышал во первых ну как бы да это тоже мышцы но дело в том что они имеют несколько иную структуру и если бы они качались на самом деле это у нас сейчас бы у всех вот такие скулы были но они такой особенности не имеют потому что они ну природа так создала их такие это также как сердечная мышца она постоянно в напряжении постоянно бьется если бы она на нее вот эти вот 7 метаболические процессы влияли так же как и на мышцы рук ног все странно она бы росла бесконечно но она не растет она может только растягиваться она конечно может расти в других случаях когда вы употребляете допустим анаболические препараты объем тела увеличивается крови больше становится соответственно объем его сердца тоже увеличивается потому что ему надо все это же перекачивать то есть умер с объемами так сказать и жевательные мышцы ну не накачаешься жевательные мышцы может они сильнее там станут но вообще чтобы пачка была пошире надо есть много и это минимум 4000 калорий сутки об этом я тоже снимал видео и если блин не забуду обязательно выложу я уже кстати забыл что этом за видео хотел в прошлый раз выложить о котором я говорил блин короче вот такая вот у меня короткая память в общем если сами не забудете можете мне напомнить тоже короче жрать надо много для того чтобы шап в пачках было шире а вообще это блин ну как-то не знаю не но если у тебя там совсем печально все этом как жертва асвенсона выглядишь ну тогда да надо конечно тебе массу набирать по любому в общем вот такие вот у нас были тупые вопросы глупые иногда не очень уместные сегодня таких не было особых особо неуместных на триндел я уже тут на 12 минут вы уже наверное устали я устал надо пойти еще поспать в общем всем спасибо за просмотр дорогие друзья делать вы знаете что это подписываться на канал ставить лайки и сжать обязательно на колокольчик так что до новых выпусков и кстати следующее видео надо бы снять по поводу короче я уже что-то там опять забыл блин ну как всегда на 3 сутки вспомнил всем спасибо пока